Факты и мнения Кино, я могу с радостью сказать, бьет действительно рекорды, очереди выстраиваются во всех кинотеатрах. А с чем это связано? То, что действительно прошлый год был годом кино и такой подъем и интерес? Я думаю, что кино у нас всегда было в части, то есть люди всегда хотели идти в кино, всегда кинотеатры были полны. Единственное, что может быть это связано еще с тем, что в последнее время у нас появилось достаточно много хороших фильмов. Действительно хороших. Я сейчас имею в виду такие фильмы, ну, чтобы не подумали о других фильмах. Ну, такие, как, например, «Монах и бес», вот сценарий Юрия Арабова, снял его Досталь, замечательный наш режиссер, «Дама Пик», Лунгина, Павла Лунгина. Вот такого класса фильмы, я надеюсь, но, к сожалению, эти фильмы, скорее всего, кассу не делают. Делают кассу другие фильмы. Вот я бы хотел здесь немножечко остановиться. Мне как-то, именно на этой теме, мне как-то давно, довольно-таки, посчастливилось снимать интервью и целую программу с Иннокентием Михайловичем Смоктуновским. Понимаете, когда я приехал, получилось так, что Смоктуновский играл во МХАТе Иванова, по пьесе Иванов. А Кассей Хачигогу, такой вот режиссер у нас в Майкопе был, он и сейчас есть, но, к сожалению, уже режиссером не работает, он поставил Иванова здесь, в Майкопе. И они пригласили Смоктуновского сыграть эту роль. Он приехал сюда, и когда я пришел на репетицию, Кассей мне говорит, Юра, ну вот посмотри, я не узнаю своих артистов, они все гениальные. Почему? А дело в том, что Смоктуновский просто уровень такой высокий у него, что он их просто поднял. И понимаете, вот если возвращаться к тому, о чем вы спросили, планка довольно высокая вот у таких, как, например, Смоктуновский. Вот у него есть планка, когда у него есть замечательное настроение, он играет вот так. Когда не очень хорошее, ну вот так, но планка очень высоко, он не умеет играть плохо. Но в данный момент, к сожалению, у нас планка... Не все умеют снимать хорошо, да? Планка очень низкая. Поэтому, когда мы смотрим вот эти фильмы, о которых так много говорят, что они так много заработали, понимаете, слишком низкая планка. Слишком низкая планка. На мой взгляд, это мое мнение. Но при этом, вот допустим, цифру, статистика, она не может не радовать, и я сейчас немножко об этом скажу. В прошлом году отечественные фильмы собрали в прокате больше 7 миллиардов рублей, продан 31 миллион билетов. В этом году, кстати, ожидается, как я уже сказала раньше, гораздо больше. Шифон Кино поддержал 46 игровых и 10 анимационных картин. То есть поддержка государства, в принципе, очевидна. Конечно. Я считаю, что это, конечно, здорово, очень хорошо. Могу вам только привести такой пример. У Эльдара Рязанова, знаменитый его фильм «Берегись автомобиля», в свое время провалился в прокате, когда вышел. Но тут надо иметь в виду, что провалился он в прокате, заработав 29 миллионов. Это был провал, потому что нормально это было 70. Сейчас, когда мы говорим, что Сталинград получил 3 миллиона, это уже другой порядок цифр. Поэтому, смотря с чем сравнивать. На мой взгляд, сейчас уровень кинематографа поднимается. У нас великолепные режиссеры, замечательные операторы. Если у нас появятся еще и драматурги, если у нас появятся такие, хотя бы близко похожие на Юрия Арабова, такого класса, то тогда кино, на мой взгляд, будет замечательным. Для многих сегодня, кстати, не составляет дилемма почитать книгу или пойти в кино, потому что здесь вопрос вернее ответ очевиден. Все идут в кино. Наше общество настолько стало привязано к новинкам, к премьерам. Понятно, что через кинематограф мы формируем все-таки мировоззрение нашей молодежи. В чем разница между нашим кино и западным кино? На мой взгляд, я вот всегда говорю, и студентам так говорю, это мое мнение. Я считаю, что ни в коем случае нельзя подражать Голливуду. У нас есть великолепная школа своя. Своя советского отечественного кинематографа. Это я могу перечислять сколько угодно. Я боюсь, программы не хватит нам, если мы на сегодняшнем. Дело в том, что идти по своему пути и снимать свое кино именно нашей школы, на мой взгляд, это самый лучший вариант. Подражать Голливуду мы будем иметь зачастую то, что мы имеем. Мы имеем то, что мы имеем, потому что это масса комедий. Мы знаем, не будем называть этих режиссеров масса комедий, которые юмор не очень черный и ниже пояса. Поэтому, может быть, все-таки мы действительно, когда мы найдем свой путь в кино, в современном кино? Если бы на этот вопрос мог сейчас ответить хоть кто-нибудь, когда мы найдем свой путь, это был бы гениальный человек. Я думаю, все зависит только от нас. Вот все зависит именно от тех людей. Может быть, это зависит от зрителя все-таки, если нам дают на потребу вот такой кино? Вы же видите, все завязано. Во-первых, если люди не будут читать, просто начать с классики. Вот сейчас выйдите на улицу и спросите, имя отчества Достоевского. Я вам даю руб за 100, как говорят у нас, что процентов 90 не скажут имени отчества. Дай бог, если вспомнят, что был такой Петр Ильич Чайковский. Или Сергей Аполлинович Герасимов. Я не думаю, что у вас студенты настолько необразованы. Я думаю, что я надеюсь, что они... Приходят такие. Но потом уже, слава богу, Федора Михайловича, они уже знают, что Достоевский Федор Михайлович. Но все равно самое главное это чтение. Нет, даже вот я готовлю операторов. Оператор, который не читает и который не знает литературы, но я уж не говорю об истории. Но это просто хуже штатива, потому что штатив-то крепче стоит, оператор все-таки качается. Поэтому смысла нет. Работать в кино и на телевидении, не знаю основу. Основа это, конечно, литература. Драматургия первична. Что такое драматургия? Это что? Что такое режиссура? Это как? Если нет что, никогда не будет как. Замечательный ответ. Но все-таки, я думаю, что кризис и в кино, он налицо, правильно? Тоже назрел. Я подозреваю, как и везде. Как и везде. И все налицо. Как сегодня все-таки поддерживают молодых режиссеров? В фестивале это только заявка имени или что-то? Какая-то финансовая поддержка есть? Ну, вообще, нельзя сказать, что они брошены, молодые режиссеры. Конечно, сейчас и Министерство культуры выделяет деньги именно на молодежное кино. Есть это, то есть существует такое. Другое дело, что, ну, может быть, это не всегда столько, сколько нужно, но денег никогда много не бывает. Но мое глубокое убеждение, все-таки, понимаете, если у человека есть что-то там, то он снимет все равно. Вот даже если у него не будет денег. И это много раз, у меня много есть примеров, у нас нет времени на это. Это подтвердил там и тот же Юрий Быков, который снял свой первый фильм вообще без денег. Главное, и получил сразу первый приз на кинотавре. Главное все-таки, что у тебя там. Если есть что сказать, тогда другое дело. Если нечего, тогда будут менты и так далее. Краснодарский институт культуры все-таки единственный в регионе вуз, который готовит специалистов и для нас, для телевидения, и для кино. И я знаю, что вы гордитесь не только выпускниками, но и студентами. Вот расскажите о ней. Ну, прежде всего, на мой взгляд, конечно, молодежь – это наше будущее. Без этого, как бы, ну, куда. Знаете, есть такое Евтушенко, есть стихотворение одно. Не помню сейчас, как его название, но там есть хорошие слова. Я знаю, что есть мальчишка где-то, он добьется большего, чем я. Ну, собственно, ради этого все, вот все педагоги, которые не только в нашем институте, в АВГИКе, я не знаю, в университетах, они, собственно, для этого и работают. Этим и занимаются. Чтобы донести до молодого поколения, ну, свой опыт, что ли, знания какие-то. Ну, чтобы они, в свою очередь, доносили, вы должны сначала им, наверное, что-то вложить, правильно? Я думаю, да. И что, на что вы их сегодня ориентируете? Ну, прежде всего, быть нормальными людьми, порядочными. Знаете, есть такое, когда пятый курс выходит, я всегда студентам говорю, ребята, запомните, всех денег вы не заработаете. Не надо за деньгами гнаться. Не надо искать студию, где больше платят. Не нужно. Есть такое еще понятие репутация. Вот сначала ты работаешь на репутацию, а потом репутация работает на тебя. Помните, что репутация, вот это очень важно. Поэтому, если вы хотите сразу зарабатывать много денег, не получится. Вот репутация будет, у вас все будет. А для этого надо знать профессию. И читать классику. И читать классику обязательно. В нашем регионе часто снимается кино. А ваши студенты, ваши выпускники, какой-то вклад в российское кино уже сделали, заявили о себе? Ну, вот, я не знаю, вот Таня Мещанинова писала в свое время. Ну, у нас же не пишут, как бы, такой диплом. Они снимают диплом. Снимала диплом у нас. У меня именно была дипломница. И сейчас она довольно известный режиссер и сценарист. Ну, правда, можно много назвать. Сейчас и на Первом канале, я не знаю, Глова Рома работает сейчас на программе «Голос». Много, не буду перечислять. Действительно, они расходятся по разным регионам. У нас сейчас учатся из Туркмении, из Владивостока. Ну, я знаю, что география в нашем институте культуре, да. Вот, в позапрошлом году у нас паренек закончил из Туркмении, закончил наш институт, операторское отделение. Сейчас он главный оператор у себя там, работает главным оператором. Я думаю, это то же самое. Если человек чего-то хочет, он всегда добьется. Конечно. Ну, я вам признаюсь честно, что мы, конечно же, пригласили вас сегодня не случайно, да. И 60 лет юбилей очень серьезный. Я не про 60 лет, нет. Я вот все-таки хочу спросить, сколько из этих 60 лет вы отдали телевидению и кино? Ну, я пришел на ГТРК, тогда она называлась телерадиокомпания «Кубань». После девятого класса, ну, как бы, нештатным кинофотокорреспондентом, уже в десятом работал. И потом сразу поступил, работал, начинал от помощника режиссера, был оператором всех категорий, был даже главным режиссером в конце уже своей рабочей деятельности, когда уходил с ГТРК уже «Кубань». Я там отработал 30 лет, и вот уже сколько, 15 лет работаю в Институте культуры. Спасибо вам огромное. Спасибо, что сегодня, в день своего юбилея, нашли время и пришли сегодня к нам в студии. Я желаю вам здоровья, долголетия и успехов. Напомню, сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой режиссур кино и телевидения Института культуры Юрий Архангельский. Вы смотрели «Факты мнения». С вами была Юлия Нашнайдер. Всего доброго. До встречи на канале «Кубань-24». Редактор субтитров А.Семкин